Всем привет! Это рубрика А. Поговорить на моем канале. И поговорить в этот раз я хочу о людях, которые не понимают, зачем нужно радио или что-то другое в жизни. Если вы занимаетесь радиосвязью как радиопрофессионал или как радиолюбитель, то наверняка вы уже сталкивались с таким высказыванием людей, которые говорят, что зачем это радио ваше вообще нужно, что нельзя по телефону что ли позвонить. Я вообще не понимаю, зачем это радио нужно. Я первый раз такое высказывание услышал больше 30 лет назад, когда еще сотовых телефонов, что в таком количестве не было или их вообще не было. Но люди, которые так говорят, были всегда. И я уже давно конечно к этим высказываниям отношусь с усмешкой и понимаю, что эти высказывания характеризуют не радио, а самих этих людей, которые так высказываются. Но многие начинающие люди заниматься радиосвязью, радиолюбительством, радиотехникой могут на такие высказывания реагировать не очень хорошо, потому что мы все люди подвержены влиянию на нас, других людей подвержены влиянию общественного мнения. И часто может получиться так, что одному человеку кто-то сказал, что да зачем это ваше радио нужно вообще, и человек перестал заниматься радио. И вот чтобы этого не было, я хочу, чтобы уменьшить это количество, я хочу вам несколько слов сказать. Именно это мое видео и адресовано как раз тем, кто понимает, зачем нужно радио, но может быть в чем-то сомневается, или может быть, услышав такие высказывания, что я не понимаю, зачем нужно радио, перестанет радио заниматься. А не тем, кто не понимает, зачем нужно радио, адресовано это мое видео. Если вы попали на мой канал уже, то скорее всего вы уже знаете, зачем нужно радио, зачем нужна радиосвязь в этой жизни, вам это объяснять не нужно. А тем, кто не понимает, зачем нужна радиосвязь и говорит, зачем это радио ваше нужно, я не хочу ничего объяснять, этим людям все равно ничего не объяснишь. Поэтому давайте мы вместе с вами, те, кто понимаем, зачем нужна радиосвязь, просто вместе еще раз посмеемся над теми, кто не понимает, зачем она нужна. Лет 20 чем-то назад у меня была первая жена, какой же я не молодой. Страшно представить уже, как давно это было. Так вот, она тоже высказала как-то, когда ты уже перестанешь заниматься этим радио, зачем это радио вообще нужно, тогда уже я лет 15 как всю свою жизнь посвящал радио. И, конечно, такая фраза меня не могла выбить из клеи. И она, естественно, даже тогда характеризовала для меня исключительно того человека, который эту фразу произносит, а не мое занятие радио. Когда человек говорит, я не понимаю, зачем что-то нужно, он ведь говорит про себя, а не про то, о чем он говорит. Например, я очень люблю театр, и моя жизнь с театром как-то связана, в том числе даже у меня жена актриса театра и кино. И театр я обожаю, но балет, например, я не понимаю. И это вообще никак не характеризует балет. Это характеризует исключительно меня. Я не понимаю балет. Ну, что значит не понимаю? Значит, если я буду смотреть, меня это как-то не трогает, не задевает. В общем, до души моей не доходит, до чувств до моих. Это характеризует исключительно меня, а не балет, правильно? Точно так же и с радио. Когда человек говорит, я не понимаю, зачем нужно ваше радио, это характеризует исключительно этого человека, а не радио. Человек просто почему-то высказывает свое незнание, непонимание, свой собственный личный недостаток выдает, как какое-то достоинство, выпячивает свой недостаток и хочет этим показать, что вот он такой хороший, а то, чем вы занимаетесь, поскольку он не понимает, это плохо. На самом деле это вывернутая наизнанку ситуация. Человек просто признается вам в своих недостатках, в своем каком-то недоразвитии. Он недоразвился до того, чтобы понять, зачем нужно радио. Ну, наверное, как я недоразвился до того, чтобы полюбить балет. Ну, вот так вышло. Наверное, уже поздно мне в эту сторону развиваться. Я и не буду. Некогда. Буду радио дальше изучать и вам о нем рассказывать. То же самое касается и различных высказываний в интернет, когда люди что-то говорят. Я не понимаю, зачем что-то нужно. У меня в комментарии, кстати, на канале встречается огромное количество раз, когда люди пишут, я не понимаю, зачем покупать хорошую радиостанцию, если можно купить китайское Г за 3 копейки. Это никак не характеризует хорошую радиостанцию. Это никак не характеризует китайское Г, которое работает отвратительно. Это характеризует исключительно того человека, что он высказывает о том, что у него очень заниженный уровень требований к вещам, которые он хочет использовать. То есть, он настолько заниженный уровень требований, что он говорит, я не понимаю, зачем нужна хорошая вещь, если можно купить плохую. Ведь это высказывание никак вещи не характеризует ни хорошую, ни плохую, а характеризует человека. Все равно, что он придет в продуктовый магазин и скажет, зачем мне покупать хорошие продукты, если я могу купить плохие. Ну, Наверное, такие люди тоже встречаются. Но обычно я считаю, что зачем мне покупать плохие продукты, если я могу купить хорошие. Ведь так логичнее. Зачем мне покупать какую-то невкусную еду, если я могу купить вкусную. Ведь это же логично абсолютно. Поэтому человек, который высказывает такие нелогичные вещи, он смешон, на мой взгляд. И он характеризует этим высказанием исключительно себя. Или вот тут еще на днях у меня встретился комментарий на YouTube. Товарищ пишет, что не понимает, зачем нужна пыль и влага защита в походных трансиверах. Ну, не понимает человек. Что же теперь делать? Дайте им посочувствуем все вместе. Если человек не понимает, зачем нужна в походном трансивере пыль и влага защита. Это ведь к походным трансиверам никак не относится. Это относится исключительно, это обстоятельство только к этому человеку. Что конкретно этот человек конкретно не понимает, зачем нужна конкретно пыль и влага защита в походных трансиверах. Она там нужна, безусловно. И все остальные люди это понимают. А один человек не понимает. Но почему-то он это высказывает, как будто это высказывание относится как к походным трансиверам. Говорит, я не понимаю, зачем нужна пыль и влага защиты. Ну, не понимаешь. Но трансивером-то она от этого меньше не нужна. Так что, собственно, основная идея, которую я вам хочу сказать. Если вы занимаетесь радио, то кто бы вам что ни говорил, что он не понимает, зачем радио нужно, что можно, оказывается, по телефону позвонить, не надо этим людям ничего объяснять. Пусть они остаются в своём неведении, незнании, непонимании. Пусть не понимают дальше. Мы-то с вами понимаем, зачем радио нужно. И будем продолжать радио дальше заниматься в том виде, в котором мы им занимаемся. Каждый по-своему. Кто-то занимается радиолюбительством КВ, кто-то у КВ, кто-то в походы с радио ходит, кто-то исключительно из стационара работает, кто-то профессионально занимается конструированием радиоаппаратуры различных видов, различных назначений. Всё равно всё это радио, всё равно всё это очень интересно. Это очень нужное, на самом деле, для человечества. Область знаний, науки, развития, прогресса. Так что мы с вами всё это делаем не зря. И давайте заниматься этим дальше, невзирая ни на что, ни на какие возгласы людей, которые чего-то не понимают. Пусть они сидят дальше и не понимают. Ну и на этом, пожалуй, пока хватит. Спасибо вам, что смотрели это видео. Спасибо, что занимаетесь радио вообще хоть в каком-нибудь виде. Желаю вам не обращать внимания ни на кого и делать то, чем вы хотите заниматься. Если, конечно, это законно. Ну и, конечно, смотрите мои видео, подписывайтесь на канал, который есть на разных интернет-площадках. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok